МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарове вновь введен режим ЧАЭС. 19 августа произошло возгорание в районе поселка Стекляный под Первомайском. Огонь прошел вдоль автомобильной дороги и зашел на железнодорожные пути. Из-за этого приостановлено ЖД-сообщение на участке Саров Арзамас. Из Арзамаса поезд следует по расписанию. 19 августа пассажиров поезда оперативно пересадили на автобус и доставили в Арзамас. 20 августа утром пассажиров поезда Москва-Берещина встретили в Арзамасе и также доставили автобусом в Саров. Такая логистика будет до стабилизации обстановки. Автобусы отправляются от ЖД вокзала в Сарове в 21 час. Проезд для пассажиров поезда бесплатный. Дорога в сторону 1-го КПП закрыта. Также перекрыто движение на протяжку. За ночь ситуация стабилизирована силами Росгвардии. К тушению очагов привлечены три пожарных поезда. Работают три вертолета Ми-8, самолет Ил-76. Общее количество привлеченных к тушению пожаросил составляет 107 человек и 64 единицы техники, сообщает пресс-служба РФЦ в НЕВ. 22 августа в России отмечают День государственного флага. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков. В эпоху становления страны как мощного государства. Впервые бело-синий-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел». 22 августа 1991 года официальным символом России стал триколор. Считается, что каждый его цвет имеет свой смысл. Кто-то говорит, что полосы на флаге – символ Троицы, кто-то говорит про три стихии, а кто-то про славянские народы. Но специалисты называют все это геральдической фантазией. На самом деле история российского флага намного глубже. Законом отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел только через 191 год после указа Петра I в 1896 году, накануне коронации Николая II. В Советской России триколор сменил красный стяг. Статус национального флага российский триколор вновь получил 29 лет назад, когда 22 августа 1991 года над белым домом в Москве был поднят бело-синий-красный флаг, изменивший красное полотнище серпим и молотым. С тех пор эту дату принято считать Днем Государственного флага Российской Федерации. Большинство мероприятий ко Дню флага в этом году пройдут в онлайн-формате. Саровчане смогут присоединиться ко всероссийской акции под флагом страны. Для этого нужно опубликовать в соцсетях рассказ о событиях и своей жизни, связанных с этим символом. Прикрепить фотографии или видео с флагом и поставить хэштеги под флагом страны и День флага. Кванториум приглашает на День открытых дверей. Ребят познакомятся с инженерно-техническими направлениями, покажут работу 3D-принтера и лазерного гравера, а также расскажут о том, как создаются компьютерные игры и многое другое. Технопарк ждет гостей 29 августа в 10 часов. Предварительная запись обязательно. Регистрироваться можно по ссылке в группе Кванториум Саров ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Поликлиника номер один предупреждает своих пациентов. Из-за отсутствия на данный момент информации о датах поступления вакцины против гриппа, предварительная запись на прививку ведется в колл-центре по телефону 95511. Пока без указания точной даты и времени вакцинации. Пациентов пригласят на прививку по указанному контактному телефону. 29 августа в 17 часов пройдет 6-й Саровский фестиваль колокольных звонов и православных песнопений. На празднике, приуроченном к 330-летию города, выступят выпускники и преподаватели Московской школы звонарей, гуслеры из Нижнего Новгорода, творческое объединение «Мир», а также вокалисты и хоровые коллективы города. Сотрудники РФИАС ВНЕФ стали призерами отраслевого чемпионата профессионального мастерства «Атомскилз». Чемпионат проходил в Екатеринбурге с 11 по 16 августа в очном формате, но с соблюдением всех коронавирусных ограничений. Больше тысячи представителей госкорпорации «Росатом» соревновались по 37 профессиональным компетенциям. От ядерного центра выступало 23 человека в 31 компетенции. В нужном уровне коллективного иммунитета COVID-19 Россия может достигнуть уже в этом году, рассказал ТАСС глава центра имени Гамалеи Александр Гинсбург. По словам ученого, вакцин в регионах достаточно. Основная проблема – в нежелании граждан прививаться. Сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались, отметил Гинсбург. По предварительным данным, 60% взрослого населения страны уже вакцинированы, сообщил директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Оректа Талян. Но для формирования коллективного иммунитета этого показателя недостаточно, считает эксперт. По его словам, нужно вакцинировать 90% населения. Это позволит выдохнуть и управлять процессом, добавил Оректа Талян. Кроме того, если будет вакцинировано хотя бы 80% населения, то коронавирус будет меньше мутировать и станет сезонным заболеванием, считает директор по научной работе СНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. 21 миллиард рублей выделят на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Это дополнительные средства к тем 254 миллиардам рублей, которые уже были выделены в этом году. Выплаты положены семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону за второй квартал предыдущего года. Оформить ее может один из родителей, являющийся гражданином России, проживающий на территории страны. Обязательные условия ребенок должен иметь российское гражданство. Сумма выплаты зависит от дохода семьи. А именно, если при выплате в базовом размере среднедушевой доход остается ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, то назначат выплаты в 75% от регионального прожиточного минимума. Если выплаты в 75% для достижения минимума окажется недостаточно, пособие составит 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Как доход не учитывается компенсационная выплата в размере 10 тысяч рублей, которую получат родители, ухаживающиеся за детьми с инвалидностью. Кроме того, пособие выплачивают и на детей, которые находятся под опекой. Для того, чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление онлайн на портале госуслуг, либо личного отделения соцзащиты или МФЦ. Выплата устанавливается на 12 месяцев и прекращается сразу, как ребенку исполнится 8 лет. В третью субботу августа отмечают Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году. Начинание поддержали зоозащитные организации разных стран. Эта дата не праздник, а повод обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. Помощью бездомным животным в нашем городе занимаются несколько организаций. Есть и неравнодушные люди, которые не могут пройти мимо чужой беды. Наша редакция тесно сотрудничает с волонтерами, которые помогают городскому приюту. Добровольцы несколько лет назад объединились в организацию «Зато верный друг». Но и до этого много лет помогали искать брошенным собакам и кошкам новый дом. Что только не пришлось повидать сотрудникам приюта и волонтерам. Человеческая жестокость порой не знает границ. И зачастую люди выплескивают свою агрессию на ни в чем не повинных бездомных животных. Псу Емели на своей шкуре пришлось пережить зверство и издевательство. Его нашли на дороге, обмотанном проволокой. Лапы были замотаны проволокой, морда замотана проволокой. То есть какой-то, извиняюсь, гад поймал пса, обмотал его проволокой и бросил в мороз. Это было зимой. В морозище бросил его умирать на дороге. Неравнодушные люди подобрали его и отвезли в приют, где он живет вот уже более полугода. Произошедшее наложило отпечаток на характер пса. Он пугливый, недоверчивый. При этом Емеля добродушный, спокойный и совершенно не агрессивный пес. Чтобы добиться его доверия, нужно какое-то время с ним пообщаться. Он не проявит никакую агрессию, но когда ты просто приходишь к нему первый раз, он смотрит на тебя и никак не реагирует. Он ждет, что ты будешь делать с ним, как ты себя проявишь. То, что случилось с Емелей, не единичная история. Периодически волонтерам приходится иметь дело и с нерадивыми хозяевами, которые избивают своих животных или морят их голодом. Всех этих собак и кошек с нелегкой судьбой добровольцы пытаются адаптировать, приучить и перестроить в новый дом. О тех животных, которые находятся на печенье организации «Зато верный друг», мы рассказываем в еженедельных выпусках рубрики «Ищу хозяина». В рамках акции «Спорт. Лето» регионального проекта «Спорт. Норма. Жизнь» на двору и площадке «Сокол» прошли семейные соревнования. Самые сильные, ловкие, умелые. За звание победителя в пяти дисциплинах боролись четыре команды. Камила Романова во второй раз принимает участие в акции «Спорт. Лето». Она вместе со своей семьей дважды становилась лидером соревнований, не оставляя соперникам шансов на победу. По словам Камилы, это она предложила родителям принять участие в акции, а они с удовольствием согласились. Как мама говорила, в этот раз было легче соревноваться, потому что там не было таких сложных соревнований. И папе тоже очень сильно понравилось, он тоже говорит, что это намного проще. Наталья Бычкова вместе с детьми также во второй раз принимает участие в семейных соревнованиях. Об акции она узнала неожиданно, когда ей позвонила дочка и сказала «Мама, мы участвуем». Женщина не жалеет, что согласилась, потому что такие мероприятия помогают в первую очередь весело провести время и укрепить семейные отношения. Полезно, да, большинство для здоровья и как бы активно, и вот участвовать для дружбы, наверное, всего, скорее всего, и для семьи тоже полезно. Всего в акции участвовали четыре команды, каждая из которых прошла пять спортивных этапов. Конкурсы были разнообразными, чтобы каждый смог показать свою физическую подготовку. Нужно на время было на турнике показать, насколько он сильный, выносливый, умение пресс, прокачать ловкость в команде проявить, пробегая змейку. Прыгали на скакалке и набивали мяч. Все участники соревнований получили сладкие призы. 26 августа на дворовой площадке «Сокол» пройдет заключительный третий этап семейных соревнований. Команды будут бороться за победу в игре «Снайпер». Лето неумолимо подходит к концу. Часть полторы недели дети вернутся к учебе, а значит, сейчас самое время отправиться за новой школьной формой. Костюмы, рубашки, юбки, джемперы, жилетки, брюки, ботинки и туфли ждут своих покупателей в магазине «Планета одежды и обуви» в торговом центре Куба. До начала уроков чуть больше недели. Нужно собрать по списку все, что необходимо для занятия. А еще подумать о том, в чем ребенок будет ходить в школу. Качественную недорогую школьную форму от известных зарубежных производителей предлагает магазин «Планета одежды и обуви» в торговом центре Куба. Найти его просто, выходя из лифта на втором этаже, сразу поверните направо. Школьная форма у нас есть и для мальчика, и для девочки. Черный, синий, серый. Для мальчика есть костюмы. Тройка, двойка. Это более взрослая ростовка. Для девочек есть сарафанинные юбки, брюки. В «Планете одежды и обуви» представлены модели, которые помогут составить комфортный функциональный гардероб для школьника любого возраста. Благодаря лаконичному дизайну и продуманным деталям одежда отлично подойдет и для формального школьного дресс-кода, и для активности в свободное время. Цены тоже приятно удивят. Качественно проверенные, цены доступные. Если для мальчика костюм, можно купить за 1690, это троечка. Девочка сарафан от 500 до 800 рублей. Причем в 5000 ребенка можно одеть спокойно полностью для школы. А еще в «Планете одежды и обуви» вы без труда подберете своему школьнику спортивные костюмы для занятий физкультурой как в зале, так и на улице, верхнюю одежду, обувь, нижнее белье, аксессуары и даже рюкзаки. В понедельник у нас будет поступление, большое поступление. Также будет добавочная и школьная форма. Также будет и верхняя одежда, и ветровки, и куртки, и футболки, и спортивные костюмы, и отдельно штанишки, толстовочки. «Планета одежды и обуви», торговый центр «Куба», второй этаж направо от лифта. 1 сентября – это всегда цветы. В этом году, несмотря на отсутствие линей, практически у всех классов родители и дети спешат в цветочные магазины за подарком любимым педагогам. Как в этом году оформляют букеты, какие цветы больше всего у вас требованы, и как сделать так, чтобы подарок радовал учителя как можно дольше? 1 сентября сложно представить без цветов. Но все больше школьников отказываются от огромного количества букетов, выбирая акцию «Дети вместо цветов». Поддерживая это благотворительное начинание, галерея цветов предлагает оригинальные тематические композиции, которые будут долго радовать любимого учителя своей красотой и напоминать о празднике. У меня в этом году есть такая идея сделать композицию из цветов в виде букв и цифр. Например, первый – А, второй – Б, третий – А. Это композиция из маленьких цветочков, и она будет стоять, допустим, у учителя на столе или еще где-то. Даже когда цветы засохнут, эта композиция будет смотреться очень красиво. На 1 сентября популярны цветы в ярко-осенней цветовой гамме – оранжевые, желтые, красные. Раньше для украшения букета использовали атрибуты школьной тематики – карандаши, линейки, кленовые листочки. Но сейчас флористы призывают отказаться от лишнего и сосредоточить внимание на самих цветах. Я опять же предлагаю уходить в цветы. Мы дарим цветы, мы дарим эмоции, мы дарим вот эти вот эмоции, которые видит человек в букете. И поэтому хотелось бы меньше лишних предметов в цветах, меньше упаковки. Канал «16» и галерея цветов дарит букет в подарок. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть подписанным на группы ВКонтакте, канала и цветочной студии, а также сделать репосты записи с информацией о розыгрыше. Победители определят 30 августа. Хочу еще раз обратиться ко всем родителям и ученикам. Давайте поддержим акцию «Дети вместо цветов», поучаствуем в ней и дадим шанс деткам, у которых нету родителей или у которых нету возможности полноценно собраться в школу. Ведь дети – это наше будущее. Уважаемые жители, впервые в городе все цены пополам. Любая пара от белорусской фабрики – от 800 до 1300 рублей. Туфли, босоножки, ботинки на любую ногу, в том числе и высокий подъем, широкую стопу и выступающие косточки. Только в пятницу и субботу, 20 и 21 августа в Ледовом дворце. Спешите, таких цен больше не будет. С 21 по 23 августа состоится выставка распродажи шуб в фабрике города Пятигорск. Для вас – норка, мутон, дубленки, астроган и шапки от 10 тысяч рублей. Новые модели по ценам прошлого сезона. Предоставляются кредиты. Акция «Меняем старую шубу на новую» с доплатой. Покупатели ждут с 21 по 23 августа в молодежном центре на Куйбышево, 19. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канал-16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok